В последнее время люди жалуются, что есть проблемы с подключением к сервису модельный портфель доходный. Сейчас я попытаюсь рассказать о том, какие же это проблемы и в чем суть. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я неоднократно рассказывал про модельный портфель доходный от Открытия Брокер. Это такой сервис, очень даже хорошо сделанный. Каким образом он работает? Смотрите, он предназначен для того, чтобы начинающие инвесторы, которые вообще ничего не знают, могли получать доходность от вложений в фондовый рынок на акциях. В частности, этим модельным портфелем, то есть создан такой модельный портфель, общий, один, и аналитики Открытия Брокер, они говорят, ну давайте будем управлять этим портфелем с тем, чтобы опередить индекс Мосбиржи, ну главная задача управления капиталами, опередить бенчмарк, правильно? Что такое бенчмарк? Ну в качестве бенчмарка здесь использован индекс Мосбиржи, то есть либо люди покупают, например, акции согласно индексу Мосбиржи, либо согласно рекомендациям аналитиков Открытия Брокер. Вот, и публикуются вот эти данные, сначала модельный портфель делался там, ну они сначала тестировали его лет 5, не давали в открытый доступ, потом дали в открытый доступ, и вот по результатам этих с 2014 года уже, в общем-то, все данные есть, вы их видите сейчас на графике. Ну, очевидно, что модельный портфель доходный – это голубая линия, а снизу бенчмарк, то есть индекс Мосбиржи. Очевидно совершенно, что за этот период модельный портфель доходный, ну, опережает, сильно опережает, там в 4 раза, в 3 раза опережает индекс Мосбиржи, то есть стратегия показывает свою эффективность. Причем, ну, они здесь честно пишут, что вот здесь, смотрите, видите, падение было в марте 2020 года, модельный портфель упал сильнее, потому что он, ну, более агрессивный, но в то же время он более агрессивно и поднялся. Вот, ну, то есть, в принципе, стратегия такая, более агрессивная немножко, если хочешь получать больше дохода, больше рискуешь, это естественно. Вот, но в целом получается, что вот такая динамика. И люди, которые вновь подключаются, они пишут, вот у меня есть на сайте demetkovyur.com, там кнопочка, значит, как подключить брокерский счет, как открыть брокерский счет, и там кнопочка называется модельный портфель. Люди нажимают, получают письмо соответствующее, значит, там, на самом деле, там их несколько писем про модельный портфель, и пытаются подсоединиться, а портфеля-то нет сейчас. И они спрашивают резонно, что такое, как это нет портфеля, во-первых, во-вторых, почему нет. Объясняю, смотрите, первое, в конце декабря, нет, в середине даже декабря прошлого года открытие вводит новые тарифы, долгожданные, потому что старые тарифы, которые применялись, были, ну, прямо скажем, не очень, так мягко говоря, грубо говоря, грабительские. Вот, и, ну, конкуренции и так далее приходится снижать. Сейчас у открытия снова одни из лучших тарифов на рынке, то есть, ну, скажем, лучше, чем у Тинькова, точно совершенно, примерно на таком же уровне, как у ВТБ, у БКС примерно тоже на таком же уровне, ну, собственно говоря, и все, и открытие. Вот, открытие БКС и ВТБ, они примерно одинаковые, ну, у Тинькова там немножечко похуже, зато Тиньков удобней во многих отношениях. Ну, есть там, как бы, я сейчас не буду в это вдаваться там, вот. Но из тех, кто дает доступ ко всем фьючерсам, опционам и так далее, то ВТБ, открытие и БКС, ну, лучшие просто брокеры. Вот, вот, вот и все по тарифам. Дальше уже выбирайте, какой вам больше нравится. У меня открытие. Вот, вот этот вот модельный портфель доходный может быть только у открытия. Сразу могу сказать, это первое. Второе, ну, я сам в открытии, поэтому, если есть вопросы, то я как-то могу помочь и помогаю реально людям, ну, которые в чате пришли за мной, они в чате, как бы, работают со мной. И так как людей очень много благодаря мне пришло в открытие, то, в общем сказать, в открытии мое слово имеет вес, поэтому я стараюсь помочь, ну, как могу, по крайней мере. Вот, по крайней мере, на мои запросы там отвечают намного быстрее, скажем так. Вот. Вот, почему сейчас перестали подключать к модельному портфелю. Ну, первое. Новые тарифы. И в новых тарифах нет тарифа модельный портфель, потому что он шел по отдельному тарифу. Что такое модельный, так сказать, портфель и что такое тариф на модельный портфель? Чем он отличается от всех остальных тарифов? Тем, что 2% годовых берется оплата за управление. Вот за то, чтобы ваш счет рос. Открытие берет 2% от суммы активов. То есть это не скрывается ни разу. Там 2 или даже 2,5, не помню. Вот. Но берется плата, понимаете? Берется небольшая плата. А вот второй вариант, почему его не включили, он более существенный. Дело в том, что вы знаете, что с нового года Центробанк вводит новые правила о квалифицированных инвесторах, о допуске на фондовый рынок. И поэтому, согласно тому, что пока сейчас на данный момент принято, неквалифицированным инвесторам хотят запретить пользоваться некоторыми видами сложных финансовых инструментов. В частности, структурные продукты, о которых я так много рассказывал, которые есть у меня, мне они очень нравятся, неквалифицированным инвесторам. Сейчас они недоступны. Структурные продукты, структурные ноты, значит, в форме автоколов, структурный продукт в форме там облигаций, есть структурный продукт защиты капитала, тоже, ну, как бы защита капитала, что такое? Это значит, 100% вы ничего не потеряете, но можете заработать деньги. Вот такие структурные продукты почему-то под запретом. И, ну, модельный портфель, он является структурным продуктом или нет? Ну, в зависимости от того, как трактовать. Поэтому, на всякий случай... Сейчас идут, значит, там, прения у ведущих брокеров, у главных брокеров, которые все это предлагают, то есть, вот, в частности, БКС совершенно точно, значит, там предлагает огромную сетку структурных продуктов, и это сильнейший удар по брокеру БКС. Открытие, конечно, поменьше. Сбербанк предлагает огромную линейку Сбербанка структурных продуктов, и для Сбербанка это вообще удар ниже пояса, потому что, ну, как это, у Сбербанка клиенты с низкими, ну, с маленькими деньгами, как правило, и эти структурные продукты у Сбербанка дают невысокую доходность, зато маленький риск, и все там хорошо, но почему-то запрещено. Вот, и поэтому сейчас крупнейшие брокеры ведут... Тиняков, кстати, тоже много структурных продуктов предлагает, брокеры ведут сейчас, ну, скажем так, консультации, ну, грубо говоря, вот, так сказать, дерутся, сражаются с Центробанком за то, что, ну, дайте конкретные критерии, что можно квалифицированным инвесторам, не квалифицированным инвесторам, а что нельзя, дайте конкретно. Пока еще ничего не выяснили, поэтому открытие решило пока из... Что с модельным портфелем вообще непонятно, там вроде как такой, ну, комплексный продукт, он имеет свои риски, естественно, то есть, и эти риски мы, как клиенты, принимаем на себя, потому что мы, ну, доверяем мнению экспертов, как бы вот так. То есть, является это структурным продуктом или нет, можно ли это неквалифицированным инвесторам или нет, вопрос спорный. Поэтому, да, и штрафы в случае нарушения этого законодательства там громадные, все брокеры имеют лицензии, поэтому от греха подальше решили пока, до выяснения обстоятельств, до марта месяца, не показывать на сайте тариф модельный портфель. Но он существует, и более того, люди, значит, когда подключаются, мне сказали, что его можно подключить, но только через офис или через менеджера. Я советую людям звонить в техподдержку. Техподдержка отвечает, говорит, нет, нельзя. Я говорю, можно. Я пойду проконсультируюсь, говорит человек из техподдержки. После консультации, вот уже несколько случаев, мне пишут, после консультации возвращается этот человек и говорит, да, действительно, модельный портфель открыть можно. Вот, от какой суммы? В принципе, там стоит сумма сейчас от 70 тысяч, по-моему, или от 100 тысяч. Правда, они подняли, насколько я понимаю, предел до 300 тысяч. То есть от 300 тысяч через менеджера техподдержки можно подключить модельный портфель. В данный момент можно, потому что вот сейчас, ну, разборки какие-то, вот я говорю, у меня один клиент, второй, значит, там говорит, не могу подключиться в модельный портфель. Хочу, но не могу. Трое, трое таких. Ну, вот, я задал вопрос главному менеджеру открытия. Он говорит, хорошо, сейчас разберемся. Разобрались, перезванивают, и люди говорят, что подключают. Подключают. Вот, поэтому добивайтесь от 300 тысяч, точно можно. На ИИС он работает. Ну, а что будет дальше, я не знаю, потому что... Дело в том, что, согласно вот, ну, слухам, да, смотрите, брокеры, естественно, хотят эти структурные продукты продавать, потому что, ну, потому что это выгодно и клиентам, и брокерам. Брокерам еще более выгодно, я точно могу сказать. Вот, даже без всяких дураков, все говорят, что там брокер на этом наживается. Да, наживается, но брокер при этом рискует, вот, потому что у брокера тоже риски. Он на себя берет какие-то определенные риски по структурным продуктам. И в Центробанке нет единого мнения. Вот в чем дело. То есть, там есть люди в Центробанке, в правлении, которые говорят, надо развивать фондовый рынок, надо развивать ИИСы, надо больше, 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 чтобы люди инвестировали на фондовый рынок. А есть люди, которые говорят, слушайте, ну, надо же ограничивать брокеров, потому что брокеры могут толкать людей на риски, хотя брокеры, вообще-то говоря, имеют лицензии, и надзорный орган там, ну, как бы, ну, вот. Они говорят, а давайте ограничим право брокеров открывать структурные продукты. Но, с другой стороны, структурный продукт, наоборот, уменьшает риски. Я считаю, что структурные продукты – это, ну, великолепное решение для новичков, потому что, ну, если новичок приходит на рынок и начинает напропалую, значит, там, фьючерсами торговать, ну, прямой путь слить весь бюджет сразу. А структурный продукт ты вложил, ты ничего не дергаешь. И хорошо, то есть, ну, многие вот эксперты говорят, наоборот, надо разрешить вот это дело, а ограничить как раз возможности, ну, например, работы на срочном рынке, и тем более с опционами, которые, ну, жутко рискованные активы. Просто вот, ну, реально без обучения на опционы, на опционах делать нечего, потому что на опционах можно за неделю там удвоить свой депозит. Вот недавно мне это удалось, вот, ну, там сумма маленькая была, я, так сказать, понимаю, что это риски, поэтому я большими суммами не рискую, но удалось удвоить. То есть, имея 29 тысячи изначально на счете, через неделю я вывел на фондовый рынок 35 тысяч, там, ну, так сказать, как бы 65 из 29 сделал, 35 вывел, 30 оставил. Вот, это нормально, но с опционами, с опционными стратегиями, но там риски огромные, потому что можно и точно так же потерять очень много. То есть, если вы ничего не понимаете в опционах, то это риски огромные. Вот тут уже, ну, можно требовать какие-то, но при этом, значит, какие критерии квалифицированного инвестора. Сейчас критерий это, чем больше денег, тем больше считается инвестор квалифицированным, хотя это не так абсолютно, причем, поэтому брокеры говорят, ну, давайте критерии изменим. И это правильно. Ну, скажем, Евгений Коган, да, вот он говорит, давайте разработаем, ну, экзамен какой-то, да, то есть, как бы сертифицированный какой-то экзамен, о том, там, будет целая, так сказать, как бы, ну, группа вопросов, на которые должен ответить, типа ЕГЭ. Если сдаешь экзамен, значит, квалифицированный, если не сдаешь, то не сдаешь, то неквалифицированный. Это разумно, по крайней мере, и так принято во всем мире. А у нас почему-то 6 миллионов имеешь, ты уже квалифицированный инвестор. Да какой квалифицированный, если эти 6 миллионов, ну, скажем, кто-то наворовал. Ну как, ну как, ну ребята, какой квалифицированный, 6 миллионов сольет, какие проблемы ему, если они достались ему, или там наследство кто-то получил, или квартиру продал, ну 6 миллионов, какой он квалифицированный инвестор, он получил наследство и продал квартиру, все, откуда, понимаете, поэтому вопрос спорный, сейчас идет вот такая вот борьба, я немножечко вас посвятил в эту борьбу, но не буду затягивать время уже, что хотел, то сказал, поэтому задавайте вопросы, регистрируйтесь, модельный портфель сейчас пока доступен, опционы пока доступны всем, но если вы открываете счет, БКС, открытие, вернее, открытие, БКС, ВТБ, там опционы доступны всем, пока. Сбербанк уже нет, вот, поэтому вот так, в Тинькове их нет, ну по определению пока, там нет вообще срочного рынка, поэтому вот так, открытие, БКС, ВТБ, вот, у открытия самые лучшие тарифы. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, до встречи.